Всем большой привет! Сегодня приехали к родителям в гости, потому что у нашей мамы день рождения, и делаем такое небольшое семейное видео на память. Так что идем поздравлять нашу маму. А ты что, дома? Я на работе. А мы, мы, идем в рождение. Привет! Здравствуйте! Ну, пока не идите в яму. А она вчера звонила мне, вот, доводила. Кто? Я вот она. Просто чуть-чуть. Но зато... Матвей говорит, это будет деду познавательно, чтобы читал побольше, да? Вот и шашлычок. Матвей у нас прибежал сразу, как это так, пропустить праздник такой. Поэтому, пускакала, блин, как это. Что удобнее всегда жарить на палочках, а не на решетке, да? Ну, просто... Ну, это уже как бы, как бы, вот это... Классический. Ну, да, ну, просто я уже не помню, сколько лет мы... Классический. Но все время на решетках уже... Нет, так, 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 прикольно. Курицу на решетке, а это... Курица рыбовая, да, это вот так вот прикольнее пожарить. Ну, мама тут наготовила, кроме шашлыка. Ну, видишь, обезды, дороги, мало. Как всегда, салаты... Запекла тут что-то. А запеченная... А, это рыба. Стеклянная моя, кучеревная. Ну, я вас снимаю. Это горчичек. Так, вот, Мася тоже готова. Готова. Да, ты готова? А на улице дождь льет. Дождик льет, моросит. Зима. Декабрь. Января-то не помню. Да, с 30 декабря. Января ведь. По-моему, что-то. Ну, что пожелать-то. А перёжки чебушки. Вино? Да. Вино. Ну, это вино. Нет, а вон, где ещё там есть? Вино, которые... Ну, всё одинаково. Всё, жму? Ну, лохи. Ну, имя числа. Я вот сделаю это. Слушай, слушай. Мама, что тебе пожелать? У тебя всё, в принципе, рядом. И дом, и дет, и дети, и жнуки. Самое главное, дети с внуками. Нет, ещё один. Чистое, синее небо над головой. Морской воздух. Морской воздух. Досуг. Вот стоит там. Досуг там рядом. Огород. Церковь, церковь даже рядом. Даже церковь рядом. Это очень. Что тебе не хватает, это, конечно, здоровья. И долгих лет жизни. И главное, что мы теперь все тебя любим. Ну, слава Богу. Да, а то нам уже сказано, что никому не нужно сегодня. В больших количествах нет. А вот одна нужна. А в большом количестве у нас... С дедом мы только... Вот с дедом мы нужны. Если ты хочешь сказать, чтобы ты... Если ты была многосторонняя, многополярная, тогда да. А так ты вот со своим характером. Мы уже к тебе привыкли. Мы знаем, что ты так сделаешь, так сделаешь, так скажешь, так поцелуешь, так приласкаешь. Ну, дайте попробую. Через столб. А про ненужная тебе сказали, что ты волмать. Маме в этом году исполнилось 82 года. Конечно же, все больше всего желали, чтобы всегда была здоровой. И еще долго-долго счастливых лет жизни. Тестов было много. Вечер прошел отлично. Мне говорят, ну не снимай. Ну, что ты снимаешь? Зачем все это? Я думаю, ну как это? А потом, вот спустя много лет, интересно же будет все посмотреть. Как отмечали день рождения? Как собирались? Поэтому, ну, для меня это большая... Останется память. Это я снимаю уже дом на следующий день. Дождь. У нас прям такая погода получается, как в Питере в сентябре. Дожди, дожди, дожди каждый день. Все везде заливает. В некоторых местах даже вода немножко стоит. Здесь, наверное, не видно. Но уже земля плохо впитывается. Вот. Так что погодка теплая. Ветра нету. Здесь недавно смотрела... Ой, я не помню, какой канал. Говорили, почему мы не хотим жить в Новороссийске. Потому что сильные ветра... Во-первых, у нас Норд-Осты где-то три раза в год всего бывают. И они два-три дня. Три дня это максимум. А так в основном либо такой небольшой ветер, либо вообще штиль ветра нету. Когда летний Норд-Ост, он не страшен абсолютно. А вот зимний, если все-таки подмерзает, тогда, да, тогда прям вот прям гололед такой, прям сносит. Ну, иногда, говорю, год на год... Нельзя сказать, что прям вот если вы живете там в Геленджике или в Новороссийске, то постоянно будут ветра. Нет. Постоянно ветра, конечно же, не будут. Погодка разная. Больше солнечной погоды, больше безветрия. Вот. Какие-то другие причины, да. Недвижимость дорогая. А город портовый с кучей заводов. Это, да, причина, по которой люди отказываются жить. Вода плохая, где-то и отсутствие воды. Но ветра вообще не являются. Если бы ветра не было, то наоборот, здесь бы и дышать было нечем. То есть ветер спасает город очень сильно. Ну, вот 10 декабря, а у нас еще цветут розы. Травка вся зеленая. Это и плюс, и минус. Плюс то, что красиво, зелени хватает. Особенно в теплице укроп. Петрушка круглый год не надо на рынке покупать. Минус то, что вот эти все вредные улитки, клопы и так далее, совки, бабочки, они не погибают. И поэтому здесь очень много вот этих насекомых, которые в теплом климате прекрасно прижились. И поэтому с каждым годом их становится все больше и больше. Ну, а у кого снега и морозы, вот посмотрите на нашу зеленую травку, которая всю зиму зелененькая. И уже в марте мы начинаем косить траву. А вот моя теплица. Это горчица, которую буду уже скоро убирать. Ей нельзя давать цвести, чтобы не завелась белокрылка, потому что белокрылка очень любит желтые цветочки горчицы. Здесь у меня редиска спеет. Надо сегодня еще нарвать. И вот это все укропчик. Укропчик. И там дальше укропчик. Так что зелень в декабре. А я вот эту картинку всегда смотрю. И такое ощущение, что такой дождливый сентябрь у нас. Тоже за столько лет никак не могу привыкнуть, что такие теплые зимы. На сегодня все. Спасибо, что вы меня смотрите. Всем добра, тепла и мира. До встречи на канале.